Свыше 700 миллионов тенге в Усть-Каменогорске инвестируют в реконструкцию автодорожной сети. Ожидают, что новая транспортная развязка позволит на 30% разгрузить узкие центральные улицы. Планируют там и строительство кольцевых дорог в новых микрорайонах. Эффективность нововведений коммунальные службы обосновали замерами автотрафика. Подробности у Вячеслава Витлугина. Сейчас в Усть-Каменогорске строят 48 многоэтажек. И так называемые новые микрорайоны со старым городом соединяют вот такие узкие двухполосные дороги. Чтобы хоть как-то разгрузить автотрафик, их решено расширить до четырех полос. По две в каждом направлении. Расширение узких автодорог по принципу дешево и сердито вовсе не панацея от пробок, заверяют проектировщики. Поэтому в Усть-Каменогорске решают в корне пересмотреть направление транспортной логистики. Перед кольцевым движением в центре города соорудят подмостовые съезды. Вновь построенный проезд под Иртышским мостом, это по примеру Ульбинских мостов, позволит обеспечить разгрузку кольцевой развязки батерей на 24%. Перспективность проекта подтверждают замеры дорожно-технической инспекции. За час этот участок пересекают больше четырех тысяч автомобилей. Маршрут необходимо разгружать. Кстати, интенсивность автотрафика и так удалось снизить. За счет строительства правосторонних съездов с регулируемых светофорами перекрестков. За последние три года в городе Усть-Каменогорске было построено 45 правых поворотов. Это существенно облегчило движение и разгрузило перекрестки. Строительство моста через реку Иртыш в створе улицы Карбышева, то есть вот где-то на этом участке. Что позволяло со стороны Мегминовного попадать в Ульбинский район города Усть-Каменогорска и разгрузить тем самым центральную часть города. Кандидат технических наук Александр Недобитко считает необходимым соорудить в Усть-Каменогорске новый мост. Река Иртыш разделяет город на две части, а действующие переправы перегружены потоком транспорта. Впрочем, еще один мост – это многомиллиардные затраты и трудоемкий процесс возведения. Строить развязки пока проще. Развязка Славского и Пермитина, реализация запланирована на этот год. В настоящее время завершается разработка проектной смертной документации. Предполагается строительство четырехполосной дороги, автомобильной дороги вдоль набережной. То есть проезжая часть будет располагаться под Иртышским мостом, по две полосы в каждом направлении. Общая протяженность порядка 800 метров. В итоге местные власти решают ликвидировать пробки с не самыми серьезными по нынешним меркам затратами в 755 миллионов тенге. Впрочем, и эти дорожные инвестиции тоже необходимы. За последние 10 лет почти втрое возрос автопарк Усть-Каменогорска. По сути, старого города с узкими улицами. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.